Русский исторический канал 365 дней ТВ представляет программу «Российская летость». Сегодня 19 мая. В этот день в истории нашего Отечества. В 1484 году в московском Кремле был заложен Благовещенский собор. В 1782 родился Михаил Семенович Воронцов, князь, государственный и военный деятель. В 1862 родился Михаил Нестеров, художник. В 1922-м Всероссийская конференция комсомола приняла решение о повсеместном создании пионерских отрядов. В 1980-м на экраны страны вышел фильм Андрея Тарковского «Сталкер». 19 мая 1049 года Анна Ярославна, дочь князя Ярослава Владимировича Мудрого, стала королевой Франции. Получившая в детстве хорошее воспитание и образование при Киевском княжеском дворе, к юности она уже знала греческий язык и латынь, знала азы врачевания. По свидетельству французских хроник, золотоволосая дочь могущественного киевского правителя славилась красотой. Инициатива заключения брачного союза между французским и русским дворами исходила от французской стороны. В 1048 году с этой целью в Киев прибыло представительное посольство французского короля Генриха I, возглавляемое Готье, епископом города Мо и сеньором Госленем де Шуни. Епископ с успехом выполнил поручение и в следующем году возвратился во Францию с княжной. Прибытие Анны Ярославной обставили торжественно. Генрих I выехал встретить невесту в старинный город Реймс. Венчание было совершено там же 19 мая 1049 года. В 1053 году Анна родила долгожданного наследника Филиппа. Это имя стало с тех пор королевским именем во Франции. Помимо Филиппа, Анна родила своему супругу еще двоих сыновей. Робера, умершего в младенчестве, и Гуга, ставшего родоначальником королевской ветви рода Вермондуа. В 1060 году после смерти короля Генриха корона Франции перешла к малолетнему сыну Анне Филиппу. Сама Анна удалилась в местечко Сан-Лис, где на собственные средства основала монастырь святого Винцента. В то же время Анна продолжала участвовать в управлении делами страны. Ее подпись присутствовала на многих государственных документах рядом с именем ее сына. Около 1062 года Анна вышла замуж во второй раз за графа Рауля де Крепи де Валуа, сохранив при этом дружественные отношения с сыном королем Филиппом. После смерти графа Рауля в 1074 году она вернулась ко двору и была принята как королева-мать. 19 мая 1484 года в Московском Кремле был заложен Благовещенский собор. Благовещенский собор – один из известнейших московских храмов. Он расположен на соборной площади Кремля и освящен во имя праздника Благовещения. Построен он был в конце XIV века в качестве домового храма, великокняжеской, а позднее царской семьи, близ синей Кремлевского дворца. Поэтому в старину его называли собором Благовещения, что на синях. Именно в этом соборе великие князья московские принимали крещение. Сюда они приходили на исповедь. Иногда здесь проходили венчания. Изначально на месте нынешнего каменного собора располагалась деревянная Благовещенская церковь, построенная на каменном фундаменте в начале XIV столетия. А в конце XIV века, примерно в 1397 году, церковь снесли и на ее месте возвели небольшой белокаменный храм с подклетом, нижним этажом, в котором, как считают некоторые исследователи, хранилась великокняжеская казна. В 1405 году в Москву были приглашены мастера Андрей Рублев, Феофан Грек и Прохор из Городца. Им было поручено расписать стены церкви. Они стали авторами не только стенных росписей, но и икон для иконостаса. Начавшаяся при Иване III масштабная перестройка Кремля коснулась и Благовещенского собора. В 1484 году здание было разобрано и заложено заново. Псковские мастера возвели белокаменный собор за пять лет. И в 1489 году он был торжественно освящен. Это здание собора сохранилось и до наших дней. 19 мая 1782 года родился светлейший князь Михаил Воронцов. Детские и юношеские годы он провел в Великобритании, где отец занимал должность посла. Службу свою он начал в 1801 году поручиком Лейбгвардии Преображенского полка. Воевал в русско-прусско-французской войне 1806-1807 годов. Был произведен в полковнике. С 1807 года Воронцов командир 1-го батальона Лейбгвардии Преображенского полка. Он направлен на Турецкий фронт. Во главе Нарвского мушкетерского полка отличился в ряде сражений. Был произведен в генерал-майоры, награжден орденом Святого Георгия Третьей степени. С началом Отечественной войны 1812 года Воронцова назначили командиром 2-й сводно-гренадерской дивизии в составе 2-й западной армии. В битве под Бородино Воронцов защищал укрепление у деревни Семеновской и получил рану, принудившую его оставить ряды войск, а его дивизия практически прекратила существование. Отправляясь на излечение в свое имение, он пригласил туда же около 50 раненых офицеров и более 300 рядовых, пользовавшихся у него заботливым уходом. Едва поправившись, Воронцов вернулся в строй. В заграничных походах 1813-14 годов князь командовал авангардом 3-й западной армии и отдельными отрядами. Он прославился своими действиями при Краоне во Франции, где в течение дня выдержал удар превосходящих сил противника, которыми командовал сам Наполеон. В августе 1815 года Воронцов был пожалован в генерал-адъютанты и назначен командовать российским оккупационным корпусом во Франции. В 1820-е годы он являлся новороссийским генерал-губернатором и полномочным наместником, затем генерал-губернатором Бессарабии. За 21 год под его руководством южные земли империи значительно преобразились, а наибольшего процветания достигла Одесса. В Одессе открылись библиотеки, строились красивые, выдержанные в европейском стиле дома, учреждались музеи, гимназии и институты. С 1844 по 1854 год Воронцов служил главнокомандующим отдельным кавказским корпусом и наместником на Кавказе. Он проводил активную политику, направленную на покорение горских народов, взяв на вооружение тактику, применявшуюся еще генералом Алексеем Ермоловым. В начале 1853-го Воронцов отошел от дел, однако государь не забыл его. 26 августа 1856 года, в день коронования императора Александра II, Воронцов был пожалован званием генерал-фельдмаршала. Вскоре Михаил Семенович скончался, оставив после себя среди солдат в русских войсках на Кавказе рассказы о простоте и доступности верховного наместника. 19 мая 1862 года родился Михаил Нестеров, будущий художник. Он появился на свет в Уфе в интеллигентной купеческой семье с религиозно-патриархальным укладом. Михаил начал рисовать еще будучи гимназистом. Позже в Москве он оставил реальное училище, чтобы продолжить обучение в училище живописи вояний и зодчества. В этот период особое влияние на молодого живописца оказал Василий Перов. В 1881-83 годах Нестеров обучался в Петербургской академии художеств. Он участвовал в товариществе передвижных художественных выставок и был одним из членов учредителей Союза русских художников. Михаил Васильевич много ездил по России. Впечатления от посещения Соловецких островов послужили основой для создания живописного полотна «Молчание». В советский период творчества Нестеров создал пейзажи русского севера, в их числе полотно «У белого моря, тихие воды». Одной из последних важнейших предреволюционных работ Нестерова было полотно «Душа народа», в которой воплотились раздумья художника о судьбе Родины и русского народа. На картине изображены русские люди разных эпох, идущие вдоль берега Волги. Это шествие символизирует поиск Бога и правды. Далеко впереди этой разнообразной толпы ступает крестьянский мальчик лет 12, написанный Нестеровым сына Алеши. По замыслу автора он символизирует душу народа. После революции 1917 года Нестеров стал чаще обращаться к жанру портрета. Он написал целую галерею образов деятелей отечественной науки и культуры. Среди них Флоренский и Булгаков, братья Корины, Мухина, Щусев. Кроме того, Михаил Нестеров наряду с Саврасовым и Левитаном по праву может считаться одним из величайших мастеров русского лирического пейзажа. 19 мая 1922 года Всероссийская конференция Комсомола приняла решение о повсеместном создании пионерских отрядов. Инициатором ее создания стала Надежда Крупская, а ее атрибутами были красный галстук, горн и барабан. До 1924 года пионерская организация носила имя Спартака, а после смерти Ленина получила его имя. До революции в России существовало скаутское движение. Всего скаутов было около 50 тысяч. От скаутского движения пионерская организация отличалась более жесткой идеологией. Пионеры считались юными строителями коммунизма, потенциальными комсомольцами и коммунистами. У организации был свой устав, а также свои девизы, цели и задачи. Первые пионерские отряды работали при комсомольских ячейках заводов, фабрик, учреждениях. Они участвовали в субботниках, помогали в борьбе с детской беспризорностью, в ликвидации безграмотности. В начале 30-х годов был выдвинут лозунг «Все пионерские силы на борьбу с кулаком». К задачам организации относились и такая – воспитать безбожников, бороться за уничтожение религиозных верований. В 1932 году постановлением ЦК ВКПБ пионерская организация была реорганизована, а ее деятельность фактически превратилась в составную часть воспитательной школьной работы. Среди юных ленинцев развернулась военно-оборонная работа, создавались кружки юных стрелков, санитаров, связистов, проводились военно-спортивные игры. В пионеры принимали школьников в возрасте от 9 до 14 лет. Если изначально их отряды были добровольными объединениями, то попав под власть школы, организация лишалась абсолютно всех элементов добровольности. В годы Великой Отечественной войны по всей стране развернулось массовое тимуровское движение. Пионеры помогали семьям фронтовиков, собирали лекарственные травы, металлолом, средства на танковые колонны, дежурили в госпиталях, работали на уборке урожая. В начале 1990-х годов на красные галстуки пришивали синие полоски, как на флаге РСФСР. Но в 1991 году пионерская организация, как и ВЛКСМ, ушла из школы и из жизни нового поколения. Российская летопись – это история нашего Отечества. Смотрите каждый день на телеканале 365 дней ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова